всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами рассмотрим второй расклад месяца в формате руки карты работать также буду на колоде причем десятка мечей не случайная карта на колоде небо и земля расклад сегодня у нас называется кармические узелки либо задачи вашего нынешнего воплощения я знаю что многие из вас любят такие расклады данный расклад взят из дневника раскладов мастерской таро сознания шучалина ротчева авторы я буду использовать не все вопросы потому что их там больше 11 сегодня мы с вами рассмотрим 11 вопросов очень-очень глубоко копнем расклад будет на одну позицию поэтому кому не нравится не смотрим все кто остаются слушают информацию не обязательно чтобы информация отыгрывалась на сто процентов потому что не столь важно процентное соотношение созвучия сколько конкретные какие-то слова либо конкретная какая-то информация которую вы услышите в раскладе для своего собственного понимания себя то есть не все вопросы могут быть созвучны не все слова и в этом-то и в принципе и нету никакой необходимости до нужды а важно услышать то что нужно вам возможно на сегодняшнем вашем этапе прежде чем я начну хочу поблагодарить поблагодарить вас за ваши комментарии и я не всегда это делаю я делаю то это только тогда когда чувствую и вот в прошлом раскладе в предыдущем на одну позицию я прочитала ваши комментарии и один меня очень сильно зацепил где женщина говорила о том что наши благодарности недостаточны за вашу работу и за ваш труд я подумала над этим предложением и пришла к знаете какому выводу что на самом деле ваших благодарностей то есть я соотнесла энергетику и затраты своим своей работы своего труда и вашей благодарности я увидела что обмен он абсолютно равноценен почему поясню потому что если верить а я склонна верить к тому что вы пишете то многие из вас в комментариях пишут о том что я молюсь за вас и когда я слышу такие слова и я представляю что за ними есть определенные действия автора комментария я просто представила и вам сейчас рекомендую просто представьте картинку условно говоря 50 комментариев ну может быть даже 20 не суть количества а если каждый человек начнет просто молиться либо отправлять благодарности высшим силам за мой труд как вы считаете будет ли в моей жизни здоровье счастье процветания насколько я ащущу 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 счастливым человеком так вот вот это вот вступление оно навело меня на размышление о том что иногда не финансовая благодарность важно а просто помолиться за человека просто послать лучики света во вселенную и направить их именно на того человека которому вы благодарны позитивное намерение да просто желание процветание добра счастья причем это не обязательно только ко мне а это особенно будет полезно и плодотворно людям которых вы считаете что они вас обидели они причинили вам боль вот только представьте на мгновение да ваши молитвы ваш свет вашей души распространяется на этого человека который вас обидел насколько в его жизни появится больше света насколько в его жизни начнет все меняться это будет намного эффективнее чем если бы мы с вами держали обиду которая разрушает и нас и не помогает другому человеку так вот к чему я это все к тому что я очень благодарна всем вам за ваши благодарности за ваши теплые слова я благодарна вам за ваши молитвы не знаю я вот просто вчера это почувствовала и мне так тепло стало на душе и очень удивительно что могла бы ли я когда-то представить о том что будут в этом мире люди помимо моей мамы да и возможно моих сыновей не знаю кто будет молиться за меня на самом деле это вот прям очень-очень тронуло меня и это действительно ценно поэтому в знак благодарности помолите за меня мне этого будет вот прям сверх сверх достаточно ну а мы с вами приступаем не знаю почему такое вот вступление захотелось сделать итак первый вопрос как обычно сигнификацию слушайте если подходит если созвучно значит это ваше если нет у вас есть два варианта либо вы не слушаете да потому что сигнификация не совпадает либо вы продолжаете слушать но при условии того что будете вычленять из расклада только то что вам созвучно не все а только то что откликается причем отклик не обязательно будет позитивным либо негативным это будет состояние вы поймете что вот это вот про меня и так ваш сигнификатор кто вы и что вы когда мы задаем вопросы говорим кто вы что мы подразумеваем кто вы это ваше внешнее проявление что вы внутри это ваше внутреннее состояние поэтому кто вы ну вот прям что может быть прекраснее не вот и что вы прям карты одна лучше другой значит кто вы внешне да вы человек шанс да сейчас карта как-то камеру поставить так ровно предположительно внешне вы являетесь знаете я бы сказала проводником так я не взяла свою ручку буду как невеже указывать сегодня другая вот здесь мы видим как вход именно в новые врата переход вот здесь вот таким проводником мне кажется что вы являетесь для людей внешнего мира да некий такой шанс на какие-то новые начинания мы всегда рассматриваем не в общем ваш характер а вот именно на момент здесь и сейчас поэтому внешне вы можете давать некий такой импульс до другим людям на новое начинание с другой стороны вы можете показать человеку внешне его ценность его значимость его важность да можете поддержать можете быть вот таким ценным важным человеком в жизни другого человека если мы говорим ваше проявление да то здесь вот видимо энергия ваша обновляются и люди видят и ощущают вас ну во первых как солнце да то есть вы как будто бы вот вышли из этих облаков да и из-за туч условно говоря и начали светить здесь ощущение какой-то вот новой энергетики плюс ко всему колесо фортуны да здесь ощущение того что что вы человек который вышел после каких-то изменений либо у вас этап новые начался до который для вас является достаточно таким значимым важным плюс положительным плюс ко всему открывающие вам какие-то новые врата то есть помимо того что вы являетесь значимым человеком для других людей я объяснила да почему вы и для себя то есть для самого себя люди вас видят таким человеком таким человеком обновленным да который вышел на новый этап да то есть готов вверх вы увидели свою ценность что немаловажно свою какую-то важность до новый какой-то импульс желание знаете вот как-то заземлиться да и при этом чтобы не по ну как это не не погрязнуть вот какие-то тяжелые энергии а именно в какие-то материальные с одной стороны но с другой стороны благостные энергии да то есть вы не витаете в облаках но при этом это вот моменты изобилия здесь как будто бы вы показываете как некий пробник того кем вы можете стать да то есть это как будто бы какая-то конкретное сконцентрированное какое-то конкретное сконцентрированное вещество да вот в маленьких размерах то есть глядя на вас да видно ваш потенциал на что вы способны либо на этом пути на котором вы находитесь сейчас до к чему вы идете некий такой вот пробничек это внешне ну а внутренние вы это ваше восприятие вы себя ощущаете человеком удачи как минимум либо кто-то здесь может воспринимать себя как человеком обновленным до который проходит вот у меня здесь ощущение да вот в купе с тузом педакли что вы как будто бы внутри себя ощущаете что вы вышли на какую-то положительную тропу до своего пути что какие-то обновления которые сейчас у вас происходит они будут вот вам в плюс мы видим здесь тифоном до змеи и мы видим здесь германубиса то есть один идет наверх другой идет вниз так вот здесь ваше колесо удачи фортуны она такое ощущение как будто бы она стала крутиться наверх вы как будто бы это ваше восприятие до этого момента вы как будто бы падали спускали спука спускались на на самое дно а сейчас вот колесо прокручивается и вот она вот так вот постепенно постепенно начинает подниматься наверх какой-то вот этап вашей жизни он начинает подниматься вы видите просвет вы еще на самом начале ему скажу что вот прям на пике да но вы ощущаете что вот это вот колесо хоть и со скрипа данного скрежетом каким-то таким но вот она медленно медленно начинает подниматься на медленно начинает открываться открывается для вас пути и здесь утащение того что вы находитесь непосредственно вот в центре колеса фортуны когда вы управляете то есть взяли образы правления своей жизни в свои собственные руки до через какие-то осознания возможно кто-то что-то совершал какие-то действия и пришел к пониманию того что в жизни я хозяин и я хочу по крайней мере пробовать и управлять своей жизнью уже осознанно по собственному желанию да вот туда куда я хочу идти здесь также идет ощущение того что кто-то может выйти из повторных каких-то своих сценариев которые были в жизни да вот прям некое такое облегчение ощущения полета а может быть кто-то вышел на новый этап своего сценария не как будто бы не пройдя а урок но он будет и видоизмененный в то в том же формате тот же сценарий но как-то вот иначе по новому что-то все равно будет по-новому на этому пути это вот но ощущение знаете вот облегчение обновления и некой такой удачи он все-таки присутствует ну такая вот у нас была с вами сигнификация так камешки здесь просто для того чтобы определить рамки кадра потому что если кто-то вдруг подумает что эта позиция хорошо ваши основные задачи на это воплощение давайте ну задач может быть много мы посмотрим три ваши основные задачи на это воплощение первое невзирая ни на что двигаться вперед насколько бы вам сложно не было трудно бы не было вам нужно всегда двигаться вперед это ваше внутреннее ощущение одна из задач это когда мы и у вас это часто бывает когда вы падаете на колени и вставать да здесь не важная причина не важно как это сказать какой урок вы проходите даже в этом суть а суть в том чтобы всегда оставаться всегда двигаться никогда не опускать руки двигаться вперед не можем идти будем ползти то будем мечтать в этом направлении но всегда движение то есть здесь главное что нужно двигаться и безусловно задача по этому аркану быть победителем победителем над своими собственными нет не над кем-то а именно над своими собственными теневыми какими-то аспектами всегда улучшать свой характер то есть по возможности выходить из любых ситуаций победителем не в контексте победителем над кем-то либо на ситуации а победителем над своим собственным характером до побеждать самого себя вот одна из ваших задач и 2 постоянно находиться в движении еще задача цветка педакли накопление опыта как там выглядит все криво косо я извиняюсь что столько времени это уделяю но вот я просто это перфекционист в том чтобы это все было ровно красиво маньяк на этом плане вот поэтому мне сложно когда что-то лежит неправильное наверное вы тоже таки в какой-то степени а следующая задача по девятки пендаклей это приобретение непосредственно навыков приобретение нового опыта да здесь вот как будто бы знаете вы являетесь коллекционером опыта и как минимум ваша жизнь она будет насыщенной разными сентуа ситуациями как максимум она должна вас обогащать и вот здесь вот туз пендакли да в самом начале то что он выпал не случайно здесь речь как раз таки идет о том что вот вы вот эти вот пендакли которые у нас выходят не финансовом аспекте а в аспекте опыта на накопление наполнение на себя и обогащение себя разносторонне да то есть абсолютно разные грани себя вы должны раскрыть в этом воплощении их как минимум 9 да то есть здесь сразу могу сказать что душа такая не то чтобы древняя но однозначно вы уже много воплощение до прожили а вот здесь вот такое ощущение что ваш подход к жизни он такой достаточно мудрый да вы из всего делаете какие-то свои анализы делаете свои выводы и вот здесь мы видим у девятки педакли да еще и птичку то есть помимо того что у вас есть знания у вас есть опыт огромный багаж опыта и поэтому в этом воплощении вы набираете опыт поэтому чем больше с вами случается да и вы это можете оследить что в вашей жизни очень много разных сценариев очень много разных ситуаций у всех жизни до много разных ситуаций но у вас больше знаете в контексте вот какого-то разнообразия то есть бывают такие моменты когда вы не знаете за что хвататься да и здесь допустим трудности сложности здесь и вот и как это все разрулить и вот вы умеете разруливать бывают люди которые проживают свою жизнь вот как день сурка одно и то же и много чего в жизни не случается до какой-то вот однообразные однообразные серые будни это не про вас у вас даже если будут серые будни все равно что-то случится может быть ключ застрял поломаться может быть там канализация прорвала но если допустим у обычных людей это может случиться ну как минимум да как вариант один раз в жизни у вас это может быть вот прям период такой когда все что-то ломается даже в обыденной ваша жизнь то есть у вас жизнь она всегда будет насыщены даже если вы никуда не выходите из дома да и кажется вот только на меня это все падает только со мной это случается какие еще основные ваши задачи в этом воплощении королева кубков основные задачи это научиться любить и понимать свои собственные эмоции и здесь я уже сразу могу сказать да что вот здесь вот такая вот линейка проходит касательно того что вот ваш эмоциональный фон это будет основа внешне вы можете даже с возрастом казаться более скрытным более холоднокровным более разумным таким человеком но это будет ваша маска потому что здесь общий урок как раз таки умение управлять своими эмоциями и это будет придавать вам давать вам опыт да то есть вы эмоционируете вы переживаете вы волнуетесь через это вы проживаете и какие-то ситуации до получаете набираете опыт и выходите победителем поэтому если кто-то из вас думает по поводу собственной эмоциональности почему я чрезмерно такой эмоциональный либо почему я эмпатичный либо почему я такой чувствительный человек так вот это как раз таки ваша такая характерная черта как ну как маяк да через который вы будете проходить все трудности и сложности то есть вы будете опираться либо на свою интуицию либо на свои эмоции либо на свои чувства вы не тот человек который знаете как-то принимает решение как-то вот осознанно спланированно у вас такого не будет вашей жизни все будет до какого-то определенного момента пока вы это не осознаете с вами случаться вот отношения они случаются с вами это не то что вы куда-то идете знакомитесь там с людьми а вот с вами случается то что-то произошло да и вы познакомились с человеком и вступили с ним атака и такое ощущение что вот к вам все это приходит не вы идете а с вами именно случается что-то и это случается по причине того что вам нужен опыта вы собираете и как я уже сказала коллекционер опытов кто-то марки собирает то-то кристаллы вы собираете опыт в своей жизни какой последовательности вам нужно будет выполнять эти задачи и еще раз скажу это не все задача это только три вот из тех что мы выяснили в какой последовательности нужно выполнять вам эти задачи всегда идти в новое какой последовательности а здесь нет узнаете вот какой-то вот конкретный да что сначала надо это сделать потом надо это сделать да вот как-то вот по порядку по нарастающей нет здесь все это взаимосвязано может казаться опять-таки с одной стороны что это вот разные вещи да но они настолько переплетены между собой что задача вот как точно так же как и по шестерке жезлов шестерка мечей говорит о движении то есть ваша задача не в том чтобы идти последовательно да на пути своего опыта и развертывание вашего воплощения а просто двигаться вперед и никак нигде никак не останавливаться и при этом очень важно постоянное обновление да то есть оставлять вот эти вот шесть мечей позади шесть мечей в виде каких-то убеждений каких-то может быть мыслей установок программ их нужно оставлять а у вас помним да это вот даже как в минусе в негативе может быть идет накопительный какой-то опыта то есть где-то что-то вас ранили по эмоциям вы запоминаете проще говоря эмоции вы запоминаете ваши памяти могут быть как позитивные так и негативные то есть вы не на действия смотрите людей до опираетесь а именно на воспоминания о них насколько он оставляет хороший след и либо негативный неприятный какой-то след так вот здесь задача вот это вот все оставлять позади обновляться и двигаться вперед почему потому что вот вы как будто бы копить его для вас это значимо давайте еще одну карту в какой последовательности выполнять эти задачи вот я только что сказала до четверка педагоги аркан стабильности и именно сохранение того что мы уже имеем то что мы когда-то получили вот по мере того как вы что-то накапливаете вот такой же последовательности вы должны от этого избавляться причем здесь нет какой-то линейность я не вижу чтобы у вас жизнь была линейная я вижу она знаете она как на чтобы она похожа была здесь как как некая такая паутина сеть и причем она многогранная и одно на другое накладывается это как как этот ващина да как соты как сотов пчел там нету вот где-то что-то сверху где-то снизу да вот если смотреть вот прям ну положить соты на стол прям вот смотреть сверху да мы просто будем видеть много много разных ячеек вот они у вас как-то сплетены здесь нельзя сказать что что-то вот как-то вот последовательно главная задача это не копить и не останавливаться а просто двигаться дальше хорошо следующий вопрос что на данный момент стоит начинать прорабатывать что на данный момент стоит начинать прорабатывать десятка педаклей не зря выпадал туз что прорабатывать вашу основу фундамент прорабатывать в контексте того что вы вот вот этот вот как это сказать первичные две карты кто вы и что вы это как некий такой маяк на что мы опираемся при раскладе так вот у вас нужно начать прорабатывать с выстраивания фундамента основы проще говоря здесь поскольку изображена семья я не вижу про то чтобы выстраивать семью а про то чтобы в семье мы из семи скорее всего мы получаем наши первичные какие-то ценности опираясь на которые мы двигаемся по жизни так вот здесь как раз таки ощущение того что произошло некое обновление не обнуление а именно обновление вашей жизни и вы как будто бы пересмотрели свои ценности они в приоритете могут оставаться так как были я не говорю что у вас изменились приоритеты но они как будто бы обновились новый взгляд какой-то свежий взгляд на ваши ценности и благодаря этому знаете здесь как будто бы вот как землетрясение было что-то такое сотряслось и вот ниже ненужная пыль вот грязь она как будто бы ну как с каркаса какого-то да она спала как некая такая шелуха и осталась основа то есть то на что вы в дальнейшем будете все выстраивать то есть ваши ценности они как были они так остались то есть к примеру если для вас важно было например семья то семья и остается одной из вашей ценностью но ваш взгляд на эту семью то есть какие ценности должны быть в семье чему мы должны учиться как должны выстраивать эту семью какие идеи эта семья должна передавать до либо какие традиции новые возможно да вы должны выстраивать в своей семье вот здесь про это а с этого стоит начать работать как это сделать прям все пендакли выпадает король пендаклей как это сделать знаете начать простраивать структуру на долгосрочной основе то есть понять а что вы хотите на перспективу получить причем знаете на перспективу но не только там я не знаю пять лет а вот увидите такое ощущение вот кем бы даже не кем бы вы хотели стать а как бы вы хотели жить например как бы вы хотели завершить свой жизненный путь причем здесь очень важно знаете покажу вам немножко иной взгляд на то что обычно принято показывать нам всегда говорят что начало допустим пути жизни она вот в этой точке находится и в дальнейшем мы поднимаемся на пик и уже к старости мы как будто бы падаем вниз и вот это вот дуга она как-то удручает она вызывает какие-то негативные ощущения что вот вот этот вот упадок само понимание упадка она какое-то негативное а я хочу чтобы вы на перспективу видели здесь немножко иной мотив некой такой стрелы то есть представьте что вот здесь вот стоит человек который стреляет и а допустим вот здесь находится его цель и вот стрела она должна попасть в цель так вот ваша старость это не дуга упадка а это достижение вашей стрелы конкретной цели и если здесь мы достигаем конкретную цель то вот именно ваша старость это должно быть все самое идеальное потому что это десятка это попадание в ту цель ради которой мы шли всю свою жизнь поэтому здесь в данном случае отвечая на вопрос как вам сделать до проработать вот этот вот момент задачу свою до построение вы должны увидеть старость как то к чему вышли всю свою жизнь да вот если вы стремились например к счастливой семье либо вообще к счастью так ваша старость она должна быть наполнена этим счастьем и независимо от того сколько вам там лет 30 40 50 не важно важно чтобы вы все время видели попадание стрелы и вот тот момент когда она попадает в десятку вот в этой десятке вы добиваетесь по максимуму того состояния который вы себе планируете и вот с такими идеями с такими мыслями вы должны по королю педакли выстраивать все свои дальнейшие движения на то есть по пути именно к изобилию по пути именно комфорту уюту король педакли нам знаете так он достаточно материальный но при этом с ним комфортность тем тепло ему можно доверять он очень такой заботливый так вот в ваша перспектива попадание в десятку она должна соответствовать как раз таки вот этим вот качеством то есть насколько в моей жизни будет присутствовать уют комфорт удобства доверия доверия к людям доверия к себе насколько будет верность насколько будет преданность насколько будет наслаждение и удовольствие именно в моменте вот такую структуру вы должны себе построить ваш духовный урок в настоящее время терка кубков духовный урок по пятерке кубков говорит о том что именно вот это вот незрелость тройки кубков что мы здесь видим да она уже прошла и духовный урок здесь показывает о том что мы должны понимать точно так же как и по колесу фортуны то что есть сейчас внутри вас что все проходит и это тоже пройдет причем не случайно что пятерки по древу жизни в сфере гиббуря это тоже уроки и здесь урок как раз таки понимать что все проходящий да что не нужно ни за что держаться ни за что цепляться ничего нам не принадлежит кроме нашего опыта ради которого вы пришли в это воплощение да то что вы пришли получать опять-таки здесь у нас эмоции были пятерка кубков и нам как раз и показывает что ваш очередной урок который вы духовный сейчас проходите это умение управлять своими эмоциями умение осознавать в этом и есть зрелость да что вот эти вот тройки кубков прошли да но в незрелости безусловно есть риск безусловно есть какие-то шансы есть спонтанность бесшебашность детский максимализм в этом есть свои прелести но в этом есть и свои минусы они не постоянны а у вас же то что мы сейчас прорисовали вот эту вот стрелу которая попадает в десятку в яблочко задача какая задача вот этих двух кубков прийти гармонии внутри себя каким образом через построение стабильности внутри себя ощущать этот внутренний стержень на который вы опираетесь а внутренний стержень это именно это зрелость это мудрость это понимание осознание себя своих собственных эмоций не раскачиваться дата в плюс то в минус что свойственно вот тройки кубка до легкости какой-то незрелости а именно прийти к зрелости гармонии увидеть в этом новое наслаждение и удовольствие духовный урок понимание того что все проходит и ваша задача как раз таки осознать эту цикличность и найти опору внутри себя не горевать и сожалеть и ощущать что вот мне никто не поможет во-первых здесь нужно научиться просить о помощи а во-вторых здесь нужно понять и осознать свою собственную ценность да и понять что у меня есть внутренние опоры я опираюсь на себя не на эмоции она что-то более такое существенное внутренние чему можно довериться что нужно достичь в этом воплощении чего нужно достичь в этом воплощении умение справляться со своими страхами понять природу своих страхов и идти в не то что значит понять природу часто вот не в комментариях когда в сообществе был вопрос по тематике раскладов одна женщина написала хочу поднять методику и техники как работать со страхами для того чтобы с чем-то работать надо понять природу этого страха чего именно чего конкретно вы боитесь так вот в этом воплощении вы должны понять именно чего вы боитесь с одной стороны а с другой стороны мы видим да что здесь меча не направлены на будущее так вот вы должны понять как вы создаете свое будущее в данном случае чувство вины девятка мечей у нас отвечает как помимо страхов до ключевые слова здесь говорят о чувство виды от чувством страданий стресса это все порождает именно вот эти вот мечи до в мыслях и они направлены на будущее значит как следствие вы сегодняшним днем создаете свое будущее какое мечевое она уже негативная потому что вы сейчас это проживаете исходя из этого что вы должны достичь в это воплощении вы должны понять как вы создаете свою реальность как вы создаете свое будущее с одной стороны с другой стороны все что было до сегодняшнего дня это было следствие возможно ваших прошлых воплощений либо этого воплощения но но в прошлом а его уже нет как такового точно так же как и нету будущего но есть момент здесь и сейчас и вы должны научиться понимать что вы каждый момент своей жизни именно в моменте создаете вот что о чем вы думаете когда вы начинаете опять-таки эмоциональный фон то что я говорила изначально вы все познаете через эмоции когда вы переживаете когда вы волнуетесь депрессуете до либо в вас вызывает чувство появляется чувство вины проживая это состояние у вас появляются какие-то мысли на этот счет вот эти вот мысли они становятся убеждениями и на основе этого вы создаете свой завтрашний день день который к вам придет через неделю через месяц и это не случайно карта близко упала это создает ваш фундамент на будущее не должно быть так вот здесь вот вам это нужно осознать что вы создаете вот сегодня проанализируйте свои мысли свои состояния да если вы успели отследить о чем вы думали вот то о чем вы думали это будет ваше завтра если вы каждый день думаете об одном и том же это и есть ваше завтра и поэтому не удивляйтесь почему у нас день сурка потому что мы каждый день думаем одно и то же и вот здесь вот колесо фортуны она как раз говорит что ваше осознание и по пятерки кубков в этом то и заключается чтобы увидеть свои мысли которые выстраивают ваше будущее уметь и замечать уметь их исправлять уметь осознанно включать в себе то что мы хотим достижение нашей цели к чему мы стремимся королю педакли к изобилию думать об этом желать этого гореть эти и делать это создано словили негативную мысль поменяли ее сразу мы ее не отрицаем она есть но это уже наше прошлое выстраивайте свое будущее так как вы хотите вот на чего вы должны достичь в этом воплощении это понять этот момент осознать его и начать выстраивать свое будущее практиковать уже в этой жизни что на сегодняшний день вы уже запустили в этот процесс запустили новые взгляды вы уже научились в моменты может быть стресса негодования каких-то вот не очень приятных ситуаций отслеживать как минимум что у вас туда вгоняет и в этот момент осознанно себе говорить что нет я так не хочу я пока еще не знаю как я хочу по-другому но однозначно не так то есть у вас уже проскальзывают какие-то мысли по поводу того а что я буду то есть уже есть некие такие попытки с одной стороны с другой стороны какой процесс вы запустили по аркану повешенного вы запустили процесс поиска себя кто я есть почему я здесь то есть это достаточно духовный такой аркан когда мы осознанно лишаем себя чего-то чтобы получить нечто большее и вот здесь да возможно где-то кого-то проскальзывает особенно если это касательно прошлых отношений когда мы погружаемся в прошлое воспоминание особенно когда расстались с партнером не нам приятно эти ощущения нового партнера в нашей жизни нет либо тот который есть нас не удовлетворяет вот воспоминания о прошлом а был их опять-таки по четверке педагли удовольствие да вы уже где-то осознанно понимаете что нет я не хочу уже возвращаться в прошлое да я я хочу уйти от этого я буду стараться да то здесь уже кто-то прикладывает какие-то усилия какие-то старания здесь акцент именно на разумность в данном случае здесь задействовано ментальное поле не эмоционально астрально да астрально а именно ментальный то есть вы уже стараетесь как-то вот по-другому на посмотреть на какие-то вещи по-другому смотреть на людей искать какие-то другие шаги по крайней мере если он каждый находится на своем пути на своем этапе если этого нет то уже понимание ощущение того что я не хочу быть жертвой я уже хочу что-то сделать по-другому пускай я пока не понимаю пускай я еще нахожусь в начале этого пути и главное не спрашивать решение у других людей как мне быть а искать самостоятельно внутри себя через действия попробовать один раз так другой раз по-другому да не получилось в эти жертвы еще и еще и в какой-то момент вы становитесь мудрее через собственный путь по девятке пендакли вам в это очень важно когда особенно меня спрашивают дайте там решение либо советы почему я не люблю это делать потому что задача воплощения это оттачивать и доводить до идеальности вашу собственную душу как вы это сможете сделать только методом проб и ошибок собственных не чужих потому что у вас свои задачи ваша душа вам будет подсказывать правильном направлении вы идете или нет то ли вы делаете и лень и или нет то есть вам важен собственный путь собственные ошибки это главная цель до в этом воплощении и двигаться вперед и здесь как раз таки выходить из этой жертвы для того чтобы двигаться дальше и выйти из жертвы мы можем только тогда когда мы понимаем свою ценность и здесь также мы приходим постепенно с годами к своей самодостаточности понимания а кто я есть что значит кто я есть как я к себе отношусь на сколько вот это и есть любовь к себе насколько я уважаю себя насколько я себе что-то разрешаю либо запрещают как я сам о себе отзываюсь что я говорю о себе насколько я например на себе экономлю либо нет это вот наше отношение это наша знаете как вы выстраиваете отношения с партнером вот когда вы влюблены что вы хотите сделать для него все самое лучшее так вот любовь к себе, это как раз и есть показатель того, насколько все самое лучшее вы даете себе. Если где-то ущемляете, если где-то что-то себе не позволяете, не разрешаете, есть какие-то сценарии в вашей голове, значит, нету еще достаточно любви. Как это понять? Есть самый простой метод, который описан и в древних писаниях. Представляем, что внутри вас живет Бог, кто во что верит, высшие силы. Неважно. Свет. Что бы вы делали? Каждый раз, когда вы думаете негативно о себе, по сути, вы думаете об этом свете, о Боге, который живет внутри вас. Как бы он себя ощущал, зная, что о нем говорят, ты толстый, ты тупой, у тебя ничего не получается. То есть, по сути, когда вы к себе так обращаетесь, вы обращаетесь к тому, во что вы верите. И вот это вот и есть проявление вашего уважения. И у вас уже сейчас этот процесс запустился. Каждый находится на своем этапе осознавания. Являюсь ли я жертвой? И почему я являюсь жертвой? Здесь очень много-много вы задумываетесь. Каждый на своем этапе, каждый ищет свои ответы. И в момент поиска ответов вы меняетесь и вы приходите к девятке педагля постепенно. Следующий вопрос. Ваша осознанность и готовность к прохождению урока в данный момент? Я посмотрю, там по времени опять-таки свечивает. Ваша готовность сейчас так к карту. Сори. Важно время посмотреть. Ваша осознанность и готовность по императрице. Конечно, есть. Причем, знаете, иногда императрица это аркан, говорящий о тех качествах гармонии, которые несет императрица во внешний мир. Вот она такая достаточно дипломатичная. Но здесь я вижу готовность есть, но она какая-то вот неотесанная, она какая-то грубая. Это вот, как сказать, как некая такая первоматерия, материал из которого, ну, например, как глина, когда в дальнейшем она только может превратиться в вазу. Либо моток ниток, лески, камней, в дальнейшем это превратится в какое-то украшение. Так вот, готовность, она у вас есть к прохождению урока, но она какая-то вот такая вот грубая, неотесанная. Надо как начальный этап. Вот здесь про это и говорилось. Готовность есть, но, скорее всего, понимание, как эту готовность воплотить, еще пока нет. И на самом деле здесь позитивный ключик у этого аркана. Он говорит о том, что я получу то, что я хочу. Императрица, она идет к своей цели как танк. Вот реально как танк. Поэтому я и сказала неотесанная, что вот как-то вот неразворотливая, не поворотливая, какой-то вот нет отсутствия гибкости, хотя это вот все-таки женщина, да, мы говорим про женские энергии, более гибкие. С тремя вот как-то напролом. Но это уже позитивно, потому что есть решительность, есть решимость достичь того, чего я хочу. И это очень позитивное по данному аркану, да, что не только настрой и готовность, но и я решим, одержим этим желанием получить то, что я хочу. А с таким настроем вы обязательно получите то, что вам необходимо. С какой задачей нужно вам повременить десятку кубков с наполнением, да, здесь вот именно достижение наполнения эмоционального. Почему нужно повременить? Да, я хочу спросить, почему нужно повременить, потому что вот есть семерка кубков, потому что есть какие-то иллюзии на этот счет, да. Здесь, скорее всего, знаете, что получается? Когда вы наполняетесь эмоционально, вы как будто бы это вот вас выбивает из вашей колеи, да, то есть вот нету, как бы так сказать, вот эта вот стрела, она совершает какой-то изгиб, да, то есть она как-то вот отклоняется от своего, от своей поставленной цели, да. Это вот, например, мы идем-идем, да, по дороге, и вдруг неожиданно увидели там где-то цветочки и там бабочку, божью коровку, не знаю что, и гоп, сошли с пути, пошли ее рассмотрели, и вот с одной стороны, казалось бы, это вот как-то нас отвлекает, да, может быть, где-то задерживает на нашем пути, но в вашем, помним, у нас минус то, что мы застреваем, то, что мы держимся, и здесь получается так, что вот вы как будто бы, допустим, наполнились в чем-то эмоционально, и вам так хорошо, и вы оттуда не хотите выйти, вот в чем минус, а нам надо постоянно двигаться, и вот в этом есть иллюзия, что вот вы, а вот теперь я достиг какого-то удовольствия, все, я получил то, что я хотел, и вот это вот есть, по сути, десятка пентаклей, но здесь-то кубки, здесь эмоции, а здесь земля, здесь стабильность, а в кубках нету, в воде нету эмоций, она не постоянно, она циклична, она может превратиться в болото, если она будет застойна, и вот в этом есть иллюзия, плюс ко всему, вы тогда, вот здесь человек смотрит, он не знает, что выбрать, он не может определиться своим собственным выбором, поэтому повременить вот с наполненностью, вот прям наполнится, достичь счастья, да, условно говоря, достичь никакого такого экстаза, достичь внутреннего блаженства, вот сейчас с этим, да, если есть какие-то, либо влюбленность, либо любви, нужно повременить, почему, потому что это потом вводит вас в какое-то состояние, когда вы не можете определиться, да, то есть, а что потом делать, некая такая растерянность, потом запутанность появляется, с чем это все связано, с вашим прошлым опытом, да, с прошлым опытом по девятке жезлов, девятка жезлов у нас здесь говорит о том, что человек, у него здесь перевязана голова, набил шишки, и он не готов дальше двигаться, все девятки, они у нас находятся в Есот, а Есот управляет Луна, это наша бессознательная, то есть здесь идет вот какая-то внутренняя остановка, зацикленность на себе, поэтому повременить с этим нужно, вы вот циклитесь, то, что я и говорила, да, останавливайтесь, как-то вот это мешает, здесь ощущение того, что, знаете, вот предвкушение этого счастья, это то, что вас мотивирует, да, двигать по жизни, но как только вы достигаете, как только, вот, стрела достигла цели, все, у вас идет остановка, вот в этом-то плюс, как раз-таки, касательно, той идеи, то, что я вам говорила, да, вот именно в старости, когда вы достигли, вы успешны, вы можете наслаждаться, и вот тогда можете находиться, то есть последний отрезок вашей жизни, да, вот именно достижение этого счастья, наполненности десятки кубков, в этом-то будет плюс, потому что вы в этом, и, как это сказать, остановитесь, ну, задержитесь в этом, да, и это и будет переходом в ваше следующее воплощение, вот именно в наполненности, а сейчас как будто бы вам это еще не дано, потому что это вас останавливает, поэтому если кто-то из вас думает, да почему-то до сих пор я не счастлив, на, там, на 10 кубков, а только на 9, да, либо там на 7, на 8, это классно, это здорово, потому что это вас мотивирует двигаться дальше, вот когда ближе уже к старости, к переходу в следующее воплощение, тогда достигайте десятки кубков, вот в таком состоянии вы перейдете в следующее воплощение, и это будет здорово, по какой причине пока нету готовности, да, ну, потому что пока нету вот этого импульса, желания, пока нету такого желания, наполнится, хочется спросить, а какое у вас вообще сейчас желание есть, а вы пока не уверены, вот по двойке, ну сюда видно, нет, не видно, надо будет вперед ставить, просто не хотела карты перекрывать, а, ну сюда поставим, пока у вас, пока я не найду место, пока у вас двойка, ага, нет, вот сюда, о, классненько, пазл вот сюда идет, пока у вас есть двойка педапкли, пока вы, с одной стороны, вы еще не понимаете, вы еще не определили, что вы хотите, есть какая-то вот внутренняя такая суета, да, неопределенность, а что же я хочу, пока нету баланса, да, еще внутреннюю основу, внутренний фундамент у вас не выстроен, поэтому ваши желания могут быть переменчивы, хорошо, следующий вопрос, на какие процессы вы тратите время зря, у меня время есть, да, на какие, о, на оттачивание вашего мастерства, так, интересно, а, на желание, я поняла, даже не мастерства, а здесь, знаете, вот на желание вступать как-то вот совместно, да, вместе с другими людьми, вот как-то в группе, что-то выстраивать, вот именно на какое-то партнерство здесь может быть, на какую-то командную работу, на какие процессы, а почему, почему, а почему, вот и почему, потому что вы император, потому что вы тот человек, который достаточно, смотрите, вы достаточно ответственный человек, да, у вас есть свои какие-то рамки, здесь тоже четверка, да, устоявшиеся, какие-то ваши взгляды на мир, и у вас есть лидерские какие-то качества, организационные какие-то моменты, и вам работать именно в команде очень трудно, да, то есть вот смотрите, здесь у нас, значит, шут стоит, как олицетворение, рождение новой идеи, у нас стоит здесь аэрофант, да, то есть человек, который понимает, ну, как некий архитектор, который говорит, как надо построить, что нужно построить, да, и у нас есть мастер, и вот представьте себя с вашими качествами, куда бы вы могли поставить себя, поставить на место мастера, ни в коем случае вы не тот человек, который работает руками, да, то есть у вас слишком развит интеллект, и, как бы так сказать, это не ваш уровень, не потому что это зазорно, либо вы не умеете работать, это вот, ну, это не ваше, сказать, что вы, вот как шут, генерируете какие-то идеи, нет, вы опять-таки не тот человек, сказать, что вы можете встать на место вот эрофанта, в некой степени, да, но вот я бы сказала, если бы здесь был четвертый персонаж, это был бы император, тогда бы, да, причем император, это предприниматель, да, вот который вот это вот все организует, который даст каждому указание, что сделать, как сделать, поэтому, если вы как-то вот хотите, мы смотрим сейчас, рассматриваем в контексте вашего воплощения, так вот вы тратите время на то, что вы развиваетесь именно в группе, это не ваше, ваш путь, индивидуальное развитие, то есть у нас есть групповое, да, когда мы равняемся как-то вот на остальных людей, и в соответствии с общей массой движения, двигаемся, да, то есть вот, например, нью-эйдж, да, направление, и вот все пошли в эзотерику, все говорят о чакрах, все говорят о род, о роде, и вот о родовой какой-то системе, и вы все туда пошли, ну, большинство идет туда, и в том направлении как-то вот ориентирует, что делают другие, делайте и вы, так вам это не надо, вы уже переросли, вы император, у вас должно быть индивидуальное направление, вы должны не бояться, по девятке, мечей, идти своим путем, у вас должно быть свое видение, это когда человек, который лидер по природе, и он должен работать на заводе, и каждый второй ему будет говорить, принеси, поднеси, в какой-то момент он взорвется, потому что это не его природа, он сам привык каждому давать цельные указания, и вот такие люди, они должны развиваться индивидуально, это индивидуальное развитие, когда я четко, знаете, здесь вот такой уровень уже достаточно высокий, выше среднестатистического, поэтому вам развиваться вместе с общей массой, в общей массе ничего плохого нет, сразу говорю, но просто ваш уровень, он намного выше, и вам сейчас, ну вы тратите время, отшельник, то вы ориентируетесь на других, на себя, на свой путь, на то, что вам предназначено, и ваш путь может быть индивидуально, то есть если здесь еще бы выпал отшельник, я бы вообще не удивилась, да, почему, потому что, ну вы, у вас свой путь, и вы его знаете, хорошо, какие страхи необходимо разрушить для выполнения уроков, так, какие страхи необходимо вам разрушить, ну хотя бы, ну вот дьявол, какие страхи, все, что связано с дьяволом, страх сказать, страх сказать то, что я думаю, страх проявить себя, заявить о себе очень ярко, страх сказать, что я достоин, ценный, сам по себе, да, вот здесь, знаете, вот эгоизм, но только вот эгоизм, с позитивной точки зрения, да, осознание и понимание, что я, индивидуальность, за что я люблю дьявола, так это за, в прямой позиции, так это за его осознанность, и вот здесь вот ваш страх, именно осознать то, что ваш индивидуальный путь, он связан с тем, что вы не должны быть, здесь тоже вот, наполовину люди, наполовину демоны, да, вот у них здесь хвосты и рога, то есть это люди, которые еще не осознанные, и дьявол, держа здесь факел, архангел Уриль, он как раз таки и показывает, что я говорю вам, да, знания передаю, но все, не все знания, они являются светом, вот ваша задача, да, стать разумными, увидеть вот эти вот крупицы, да, что приведет вас именно к названию, скорее всего, к чину человека, потому что человек это, как бы сказать, это ранг, к которому мы должны прийти, именно к осознанности, почему это ранг, это человек, который умеет управлять своими инстинктами, у которой выше своей животной природы, это то, что, как это сказать, имеют по праву только люди, да, у животных такого нету, вот эта вот осознанность, да, над материей, над своими собственными инстинктами, умение управлять, это то, к чему мы должны прийти, поэтому вам нужно разрушить как раз таки страхи, касательно своей именно природы, когда вы идете у нее на поводу, вот именно не бояться, а вот осознавать, понимать умение по дьяволу, опять-таки умение расширять свои какие-то рамки, да, дьявол это, согласно древу жизни, пути, где расположен аркан дьявола, он говорит о том, что мы убираем все рамки, да, мы становимся в некой степени революционером, для чего? Для того, чтобы высветить свои теневые моменты, и придя к Теферии, придя к Солнцу, осветить их и изменить, принять, так вот вы здесь, да, главный страх принять ваши темные какие-то моменты, ну, если говорить вообще более проще, да, то здесь вот страх может быть, впасть в какую-нибудь зависимость, да, страх, ну, здесь больше зависимости, страх быть обманутым, да, страх впасть в какие-то иллюзии, страх пойти на поводу своих каких-то животных инстинктах, ну, то есть на поводу своих собственных желаний, то есть здесь вот такое ощущение, что вот именно страхи ваши, они приведут вас к осознанности, если вы будете с ними работать, то есть увидеть в них нечто большее, не только то, что вас блокирует, да, блокирует вашу энергетику, а увидишь, что вот в этих страхах есть как раз-таки путь вашего роста, путь вашей, вашего развития. Действия, которые нужно совершать для этой цели, семерка жезлов. Семерка жезлов – это аркан, который говорит о том, что, вот если внимательно посмотрите, то здесь нету людей, с кем воюет этот человек, потому что он, по сути, уже победитель, он стоит на вершине горы, этот победитель, он держит жезлов, он перерос, здесь нету людей, не изображены, здесь мы видим только палки, и то жезлы, и то только вершины их, то есть по сути, он воюет с теми, кто ниже его уровня, и ранга, поэтому действия, которые вам нужно совершить, просто двигаться, у вас нету конкуренции, вы это должны понять, и осознать, и выстраивать именно свои собственные границы, точно так же, как и по императору, а это у нас связано с ценностью себя, с девяткой эпидаклей, умением научиться, вот если я ценю себя, и Бога, который живет внутри меня, позволите ли вы другим людям, чтобы они как-то, я не знаю, матерились, негативно высказывались по отношению к Богу, который живет внутри вас, нет, конечно, чтобы кто-то, допустим, на вас кричал, помните, что вы, это свет, можно ли кричать на свет, конечно, можно, но какое это отношение, насколько это показывает, как бы это сказать, вы это допускаете, либо не допускаете, вот в этом и есть ваша ценность, либо вы позволяете, либо не позволяете, вот это ваша задача, с одной стороны, двигаться вперед, а с другой стороны, научиться выстраивать границы, потому что здесь вот сразу детский сценарий будет, что ваши границы в детстве нарушались, и нет четкого такого понимания, вот где это ваше, а где это чужое, вот сразу вижу, да, у кого-то, как это может, как вы можете проверить, если у вас в детстве, там, например, не было своих собственных, своей собственной одежды, да, вы, например, разделяли с братьями, сестрами, там, обувь, либо после кого-то донашивали, либо у вас не было собственной комнаты, если была, например, комната, никто не стучался, не просил разрешения, да, то есть вот это вот нарушение, когда у вас было, например, свободное время, вы могли лежать там на кровати, отдыхать, как маленький ребенок, да, с вами не считались, то есть могли выйти, сказать, стань, уйди, сделай, то есть не считались с вами, как с человека, вот это вот нарушение ваших границ, и у вас нету понимания, то есть вы не воспитались, и не воспитывались, и не выросли в понимании, что есть границы для того, чтобы их выстраивать, так вот сейчас вы должны этому научиться, выстраивать границы с одной стороны, а с другой стороны не конкурировать с другими людьми, потому что они вам не конкуренты, то есть вот эти вот люди, они вам не конкуренты, они могут быть для вас некими указателями на пути, и правильно вы идете или нет, да, через какие-то свои поведения, маленький ребенок, я уже не помню по Фрейду, в каком возрасте, по-моему, года три, он понимает, осознает свое тело через зеркало, феномен зеркала, да, когда маленький ребенок впервые подходит к зеркалу, даже в три, я, по-моему, много сказала, по-моему, младше, не помню сейчас, когда он подходит к зеркалу, и он смотрит свое собственное отражение, и тем самым он понимает, что у него есть руки, ноги, не потому что он себя пощупал, потому что он увидел свое отражение. Через отражение он понял, какие части тела у него есть. Он понял, что у него есть тело. До этого момента он не имеет представления о себе. Вот точно так же эти иллюзии. Вы не имеете представления о себе до тех пор, пока кто-то на вас, ну, либо с вами не поговорил, либо кто-то к вам не прикоснулся. То есть до этого момента ваше внутреннее восприятие себя, то есть как вы себя воспринимаете, оно намного отличается от того, как вас видят люди извне. Вот, потому что вы смотрите изнутри, а они смотрят извне. Поэтому они для вас являются некими учителями. И последний вопрос. Какие качества необходимо усилить и для чего? Какие качества необходимо усилить по времени? Сори, что я постоянно смотрю про время, но это не важно. Какие качества? Вот прямо сюда. Знаете, некой такой легкости. У шута тоже есть движение. Но у шута есть вера. Вера в высшие силы, вера в то, что его куда-то ведут. Это один момент. Поэтому веру, второй расклад уже говорю про веру, что вам нужно усилить как качество и расширять свои рамки. Это тоже по аркану шута. Одно из его качеств – это свобода. Для того, чтобы ощутить себя свободным, во-первых, нужно понять, для чего вам нужна свобода. То есть на самом деле это очень страшно, быть свободным человеком, если разобрать этот термин, это понятие. Потому что ты становишься неуязвимым. Вот представьте себя неуязвимым. Вам море по колену, вы ничего не боитесь. Вы бесстрашны. Это жуткая вещь на самом деле. Особенно, когда происходят какие-то травмы мозга. Когда человек не осознает опасность. В данном случае вам нужно захотеть быть свободным, но свободным в контексте ваших собственных рамок. Расширять, чуть больше себе позволять. Ощутить вот эту легкость, желание двигаться по жизни, желание что-то новое узнавать. Опять-таки мы приходим к нашей главным задачам – движения дальше по жизни. Для чего вам эти качества нужно усилить? Ну, вот помните, в самом первом начале, когда я просто колоду положила, у нас выпало десятка мечей, и ей мы и завершим. Как раз-таки она снова выпала. Для чего? Для того, чтобы завершить. Причем это именно мечи. Завершение, переходный этап. И у нас потом сразу туз начинается. Прямо созвучно, как карты говорят. И гармоничное завершение этапа, именно когда вот эти вот свои сценарии, вот эти вот мечи, это и есть сценарии, они к нам приходят осознания, что то, во что мы верили, прямо вот с верой рядом находится, то, о чем мы думали, наши убеждения, они нас убили. И здесь как раз-таки свобода в этом и заключается, что вот мы должны быть свободны от вот этих суждений, от этих рамок, от этих убеждений, сценариев, для того, чтобы дальше двигаться по жизни, чтобы понять свою ценность, кто я есть на самом деле. Потому что вот эти вот рамки и сценарии, они очень сильно ограничивают свободу, нашу свободную душу, если так можно сказать. Почему? Потому что это некие правила. Вот ограничения – это правила. А там, где есть правила, там есть рамки. И поэтому, отвечая на вопрос, для чего нам нужно усилить вот эти вот качества, чтобы убрать рамки, чтобы мы поняли именно, на что мы способны, как мы можем жить иначе, что мы можем сделать по-другому, что еще нового мы не изучили, что нам важно для девятки педагля, какой еще опыт мы не прожили, каких еще чувств, эмоций мы не знаем. Вот это как раз-таки нам указывает и шут. А десятка мечей, она нас ограничивает в этом. И если мы посмотрим, то на заднем плане все равно у нас есть восход, солнце восходит, и вот здесь вот эта вот тьма, она отступает, вот как перерождение. И здесь вот это солнце, которое вошло, это и есть наш ту спиндакль, что выпал в начале, как шанс начать заново, попробовать. И мы приходим к тому, что весь расклад нас возвращает к началу. К тому, с чего мы начали. Новый этап, обновление. Вот такой расклад у нас получился. Я вообще обожаю, когда делаю вот такую очень глубокую аналитику, потому что у меня карты все связаны между собой. И это вот прям ярко видно, наглядно, как работает Таро, как система именно. То, о чем я и говорю всегда. Ну что, мои дорогие, я прощаюсь с вами. Следующий расклад уже будет со мной в кадре. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...